К началу учебного года в регионе появится 2100 новых учебных мест. Также планируется запуск школы на 1500 человек в городе Косше за счет частных инвестиций. В существующих учреждениях среднего образования области на ремонтные работы выделено более 9 миллиардов тенге. Эти и другие вопросы поднимались на аппаратном совещании с участием главы региона и Акимов всех районов. Ремонтные работы в учреждениях образования области идут полным ходом. Проводится установка и вынос котельных в 31 школе региона. На 160 объектах будут заменены отопительные котлы. На модернизацию камер видеонаблюдения в учебных заведениях выделено 340 миллионов тенге. Также проводятся капитальные и текущие ремонты. Однако имеется ряд замечаний. В 2023 году на проведение капитального и текущего ремонта 95 объектов образования из бюджета выделено 9 миллиардов 267 миллионов тенге. В одном организации капитальный ремонт полностью закончился. В 43 объектах везде идут капитальные ремонты. Но, как я уже ранее вам докладывал, есть проблемные объекты. Во-первых, в 16 объектах технадзор в пяти до сих пор нету, а вот в 16 вышли очень поздно. Но из этих 16-9 объектов у нас есть угроза срыва. До 1 сентября возможности мы не успеем закончить. Всего в текущем году ведется строительство 14 школ и пристроек. По планам 5 объектов будут сданы до 1 сентября. В их числе и долгострой – школа номер 9 в микрорайоне Кулагир города Кокшетау и школа на 1200 мест в городе Кошше. Среди главных тормозящих факторов строительства специалисты отмечают повышение цен на материалы, некачественно проведенные работы и судебные процедуры с недобросовестными подрядчиками. Процедуру корректировки за три года прошли 18 проектов с увеличением стоимости на 10 миллиардов тенге. Это 11 школ, 4 детских сада, 3 прижития. Также в ходе судебных процедур изысканы нестойко в сумме 151 миллиметр тенге за срыв сроков по 6 объектам. Включен в реестр недобросовестных посадщиков один подрядчик. На сегодняшний день еще рассматриваются два объекта. Это строительство прижития КВТШ и строительство пристройки в городе Ахкуль. Эти два проекта тоже рассматриваются на предмет штрафов. В ходе строительства выявлены упущения в проектах, разработанные районами. В целом в новом учебном году в образовательные учреждения области приняты 380 новых педагогов. Для первоклассников на государственном языке обучения будут введены предметы алипе и анатоле, а также появится трудовое обучение и изобразительное искусство. Также по завершении учебного года ученики с 5 по 8 и 10 классов будут сдавать обязательный экзамен по казахскому языку. Василий Павлиди, Павел Соловьев, Кукщик, парад.